Всем известно, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших потерь нашего народа. Люди погибали не только в сражениях, но и хладнокровно уничтожались в концентрационных лагерях. Это правда жестоко, и эта память тяжела. Поэтому сегодня, как никогда, важно помнить, знать и говорить о тех зверствах, которые для многих белорусов стали личной болью. Годы испытаний наложили особый отпечаток на судьбу каждого, кто прошел через этот ужас. Одна из тех, кому удалось выжить – Инесса Николаевна Кирилюк. Женщина, которая на своем веку повидала немало. Но самое тяжелое время выпало на детские годы. Об этом она рассказала молодежи на одной из площадок, где проходил открытый диалог. Воспоминания ужасные. Ужасные почему? Потому что именно когда ребенок… Я вот иногда смотрю на своих правнуков уже и думаю, боже мой, я же в таком возрасте такое прошла. Не дай бог, чтобы когда-нибудь такое случилось с ними. Конечно, это вспоминается детдом, это надзирательница немка. Тюрьма – это… Нас детей уже там не трогали, но когда вывезли вот в концлагерь, это опять-таки длинный барак, два этажа нары и надзирательница молодые немки. Дети, конечно, когда привозили после забора крови, дети просто молчали. Там тишина гробовая стояла. Но когда надо было забрать на этот забор крови, крик стоял ужасный. Ну, били, просто били плетками, а кто не успокаивался, их просто пристреливали. И поэтому остальные просто вели себя тихо, боялись. Даже когда было больно после этих уколов, придем, привезут нас, бросят на нары. Ну, плакали, конечно, но тихо. Громко плакать было нельзя, потому что это наказание невиновое. Это ужасные воспоминания, которые страшно слушать, а еще страшнее было пережить. В этих концлагерях были не только дети русские, белорусы, украинцы, но и дети еврейской национальности. Нации, которая подвергалась полному уничтожению. Это Холокост, рана, нанесенная всему человечеству без исключения. Это преступление с проявлением зверской сути нацизма. Сколько бы ни прошло времени, память об этой трагедии не сотрется, а боль не станет менее острой. Инна Сакирилюк рассказывает все с болью в глазах и считает, что родилась под счастливой звездой. Столько раз находилась между жизнью и смертью, но выжила. Вначале это была жуткая боль. Вот эти воспоминания, во-первых, меня привезли очень больной. Я еще полгода в Минске восстанавливалась, я сама минчанка. И это был так, то дом, то больница, то санаторный лагерь. Вот целых полгода меня лечили, потому что у меня легкие были, просто никакие. И когда на рентгене меня просветили уже в Минске, говорят, а что с вами делали? То есть у меня легкие, на легких большие спайки. Но эти спайки остались на всю жизнь. Но уже было. То, что пережил, это незабываемо. Это просто незабываемо. Но душевные раны, они затухают немножко. И боли такие. Все это затухает. Учащимся рассказали о памятной дате, показали видеоролики. Но самым главным стало то, что школьники сами вызывались говорить об этих страшных событиях. После всего услышанного они еще больше понимают, как важно знать историю, беречь ее, помнить о том, что происходило. И об этом нам напоминает и год исторической памяти, и 2023, который объявлен годом мира и созидания. Молодежи очень важно знать об этой теме, как минимум, чтобы это не повторилось. Но проблема в том, что сейчас молодежь заботит больше другие проблемы. Все-таки из-за этой эротехнологий в погоне за успехом мы просто не успеваем оградываться назад и извлекать из этого уроки. Я считаю, что просто необходимо в школах, в университетах, в учебных заведениях больше говорить об этом. И не просто, чтобы мы пришли, послушали и ушли, а чтобы мы больше в это вовлекались. То есть видеть это, вот как сейчас, например, приглашать таких людей, которые могут рассказать историю свою. Чтобы это было на примерах личных историй, а не просто как же статистика ее фактов. Вызывает какой-то ужас о сожжении людей. Также очень популярна история, которую чаще всего, наверное, берут пример. Это история об деревне Хатынь. Для молодежи как раз-таки важен вот этот контакт с человеком, который все это прожил. И это больше имеет значение, чем какие-то те же данные статистические. Мы, белорусы, обязаны помнить о тех людях, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Мы обязаны благодарить их каждый день за то, что мы сегодня живем под мирным небом. И мы должны делать все, чтобы не повторилось зверство, которое принес фашизм на нашу землю. Продолжение следует... Продолжение следует...